Ваших учеников, тем более, что вышел фильм на нашем канале с вашим участием, фильм с популярностью. Ну а сейчас мы будем смотреть поединок за бой за титул Паназиатской боксерской ассоциации с участием россиянина Шролей Мамадалиева и бельгийцем Херве де Лука. Итак, это полусредний вес. Бой пройдет в формате 12 раундов. Будем смотреть, рассуждать о боксе, наблюдать за событиями в ринге. Если только бой продлится, все отведенные для него 12 раундов. Ну могу вам сказать, что бельгийские боксеры всегда очень упорные и очень подготовленные. Потому что мы боксировали в Брюсселе с Королевым за этот бой. Выключить надо. Занят. Поэтому я думаю, что этот бой будет тоже не из легких. Так, Шролей Мамадалиев. Один из проспектов компании «Дже Промоушен». Рефери в ринге Николай Талалакин. Постоянно судит он бои. Это один из известнейших питерских судей. Неплохой боксер был в свое время. Чемпион Ленинградской области. По-моему, он еще в качестве музыканта участвовал в проекте под названием «Шнур», известном в рок-проекте. Так что личность интересная со всех сторон. Посмотрим, как он будет руководить партией музыкальной в исполнении двух боксеров-профессионалов. Да, это очень интересно. Ну, что можно сказать, что российский боксер стоит в левосторонней стойке. Поджимает противника, пытается лишить его пространства. Вот первый же удар. Левый боковой, да, считаю, что это нокаут. Потому что счет уже шесть, он не встает. Да? Да, тут не имеет даже смысла открывать счет. Надо, конечно, попросить врача подняться в ринг. Довольно неожиданное начало, но, может быть, это... Это называется «быстрый старт». Да, такой хит турнира. Все еще возбужден Ширалий Мамадалиев и не до конца верит в свою такую удачу. Очень тяжелый нокаут. К сожалению, это тоже случается в профессиональном боксе. Что ж, мы поздравляем Ширалий Мамадалиева с титулом чемпиона ПАБа по Азиатской боксерской ассоциации. Я вот не могу понять, как прошел этот удар. Вроде бы Бельгий сдержал прижатую правую руку к голове, к челюсти. Тем не менее, удар прошел. В какую область? Может быть, в висок он ему попал? Можно еще раз посмотреть повтор. Это был резкий старт, выброс руки, прошедший защиту. Давайте посмотрим. Наметил дистанцию правой рукой и левый пробил. Он даже через защиту, да? Через защиту. Через защиту, в обход. Через руку. В обход правой руки. И в область в височной доле. Один из самых страшных и неприятных ударов. Он сделал отвлекающий маневр правой рукой. Кто-то увлекся на правую руку. Успели ли вы что-либо заметить, Олег Владимирович, в Широлима Мадалиеве? Дело в том, что, во-первых, это советская школа. Советская школа такая хорошая любительская школа. Обман. Вот. Ну, пока мы толкну не увидели, но чувствуется, что этот боксер нокаутирующий. Левша, что необычно для боксера. Вот. Я думаю, что если, собственно, у него будет достаточно выносливости на следующие раунды, и чтобы он мог нанести удар, то его перспектива очень хорошая. Фактура серьезная. Да, это серьезная. Да, это серьезная фактура. Можно сказать, наказал он противника за то, что он застоялся в углу, несмотря на начало боя. Нужно было как-то поработать корпусом, уйти из угла, ускользнуть от противника. Ну, вот такой решительный российский боксер. Так решительно он начал бой. Причем, как мне кажется, мы видели ведь два или три раза этого бойца. Комментировали еще в конце прошлого года бой с его участием. Мне кажется, он растет. Вот что самое главное. И выглядит все более уверенно и все более агрессивно в ринге. Кстати, тот бой, который мы с вами, Илья, видели, как раз и был завершен благодаря мощным боковым ударам, выходом на ближнюю дистанцию. Была разведка правой, попытка прояснить эту дистанцию. И затем выстрелы мощные с боковыми, которые, собственно, роняли на пол его противника. Весит статистика, около 40-50% всех нокаутов в боксе приходится на боковые удары. В частности, на левый трюк. А вот вы знаете, вот можно посмотреть, чтобы бельгийский боксер сделал тактическую ошибку. Смотрите. Он первое, что надо было уходить от правой руки за счет правой руки за правую сторону. И надо было не уходить в угол. А надо было сделать движение за счет левой руки уйти за правую руку. Все. Он бы выскользнулся и его не запер бы в канате. Он делал именно такое чисто за счет волнения, именно тактическую ошибку и за это поплатился.